Приветствую вас на своем youtube канале! В сегодняшнем видео мастер-классе мы с вами будем вязать подсвечник, который послужит прекрасным украшением праздничного стола. Давайте рассмотрим его немножко поближе. Вот так вот он выглядит. У меня он держит форму за счет плотности вязания. Я вязала довольно-таки тура. Но если у вас немножко другая пряжа или плотность вязания отличается, вы можете использовать формат. Сейчас состудим приятную атмосферу и приступим к вязанию. В этом мастер-классе использовала пряжу с лорексом, крючок номер два и также ровку для того, чтобы прятать концы. Приступим к вязанию, делаем пальцем анемии и набираем 7 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Теперь мы замыкаем нашу цепочку из воздушных петель соединительным столбиком под кольцо умываю. Далее снова набираем цепочку из 7 воздушных петель и снова замыкаем ее соединительным столбиком. У нас получилось две арочки и так повторяем еще три раза. Всего у нас получилось 5 арочек из воздушных петель. Заканчиваем первый ряд провязывая три воздушных петель, делая два накида и провязываем этот столбик с два накидами под кольцо. Таким образом у нас получается еще одна арочка. Всего у нас их шесть. Теперь хорошенечко затягиваем нить и выходит у нас вот такой некий цветочек с шестью лепестками. Приступаем к вязанию второго ряда, делаем три воздушные петли подъема, столбик с одним накидом под арочку, две воздушные петли и снова два столбика с одним накидом под арочку. Получается у нас такая некая галочка. И эти галочки мы будем провязывать до конца ряда, каждую арочку из воздушных петель. Приступаем к вязанию следующей галочки, провязываем два столбика с накидом под арку, первую, вторую, две воздушные петли и два столбика с одним накидом. И так далее до конца ряда. И заканчиваем второй ряд соединительным столбиком в третью воздушную петлю подъема. Таким вот образом. Два ряда у нас уже готовы и теперь мы приступаем к вязанию третьего ряда. Для этого нам нужно сместиться к арочке и мы делаем два соединительных столбика. Один был столбик с накидом предыдущего ряда и вторую арочку в одну из воздушных петель арочки. Далее мы делаем воздушные петли подъема и провязываем столбик без накида под арочку. Набираем 6 воздушных петель и провязываем столбик без накида в следующую арочку. И повторяем так еще пять раз. Замыкаем ряд соединительным столбиком в воздушную петлю подъема. В итоге у нас получилось 6 арочек по 6 воздушных петель. Третий ряд у нас готов. Теперь приступаем к вязанию четвертого ряда. Набираем воздушную петлю подъема и провязываем в вершину столбика без накида предыдущего ряда 3 полустолбика с накидом. 1 2 3 Далее мы продолжаем вязание под арочку. Провязываем 5 полустолбиков с накидом под арочку. Далее мы снова вяжем 3 полустолбика с накидом в вершину столбика без накида предыдущего ряда. И продолжаем так до конца ряда. Всего у меня получилось 48 полустолбиков с накидом. Теперь замыкаем ряд соединительным столбиком. И приступаем к вязанию следующего ряда. Делаем 3 воздушные петли, которые послужат нам столбиком с накидом. И далее мы будем вязать за заднюю петельку столбика предыдущего ряда. Провязываем столбик с накидом за заднюю петельку. Далее делаем 2 воздушные петли. И провязываем столбик с накидом в эту же вершину. Далее мы делаем 2 столбика с накидом в следующие 2 вершины. 1 и 2. Все это мы провязываем за заднюю петельку столбиков предыдущего ряда. Далее вяжем 3 воздушные петли. Пропускаем одну вершину и в следующую делаем соединительный столбик. Снова набираем 3 воздушные петли. И будем повторять этот узор до конца ряда. Пропускаем петельку. Следующую делаем столбик с накидом. Еще один столбик с накидом в следующую вершину предыдущего ряда. Далее мы провязываем галочку. Делаем с 1 столбик с накидом 2 воздушные петли. И еще один столбик с накидом и с одной вершиной за заднюю петельку. И в следующие 2 вершины мы провязываем по 1 столбику с накидом за заднюю петельку. Теперь набираем 3 воздушные петли. Пропускаем одну вершину и в следующую делаем соединительный столбик тоже за заднюю петельку. И снова набираем 3 воздушные петли. Пропускаем одну вершину и провязываем столбик с накидом. Далее мы продолжаем вязание узора делая арочки из воздушных петель. Провязываем 2 столбика с накидом в галочку и 2 столбика с накидом. И так далее до конца ряда. Заканчиваем ряд мы столбиком с накидом за заднюю петельку. И замыкаем ряд соединительным столбиком за 3 воздушную петлю. Теперь приступаем к вязанию 6 ряда. Набираем 2 воздушные петли подъема. Делаем накид и провязываем столбик с накидом не до конца. Провязываем 2 петельки вместе и далее вяжем под арочку столбик с накидом и 2 столбика с 2 накидом. Провязываем первый. И делаем второй столбик с 2 накидом. Теперь мы будем делать пико. Набираем 3 воздушные петли. И соединительный столбик в вершине столбика с 2 накидом. Теперь снова делаем столбик с 2 накидом. И столбик с 1 накидом в эту же арочку. Далее в следующую вершину мы будем провязывать столбик с накидом не до конца. Первый и делаем второй. Тоже не до конца. У нас на крючке 3 петельки. Провязываем все вместе. Это у нас 2 столбика с 2 вершиной. Далее набираем 2 воздушные петли. И в третью вершину предыдущего ряда мы делаем соединительный столбик. Далее мы продолжаем вязание в арочку. В первую арочку провязываем столбик без накида. Далее мы набираем 3 воздушные петли. И будем делать своеобразное пико. Провязываем во вторую петлю от пучка столбик без накида. Делаем еще одну воздушную петельку. И уже в следующую арочку провязываем столбик без накида под арочку. Вот что у нас получилось. Это наш узор в шестом ряде. Далее мы делаем соединительный столбик в одну из вершин. Набираем 2 воздушные петли. И провязываем 2 столбика с накидом с одной вершиной. Делаем первую. Вторую провязываем до конца. И провязываем 3 петельки вместе. Далее в арочку мы провязываем столбик с накидом. Два столбика с двумя накидами. Первый. Второй. Делаем пико. Набираем 3 воздушные петельки. И соединительный столбик в умышлении столбика с двумя накидами. Столбик с двумя накидами. И столбик с одним накидом под арочку. Далее мы вяжем 3 столбика предыдущего ряда. Делаем 2 столбика с накидом с одной вершиной. Две воздушные петли. И соединительный столбик в третий столбик предыдущего ряда. Теперь провязываем столбик без накида под арочку. 3 воздушные петли. Делаем столбик без накида во вторую петельку от крючка. Еще одну воздушную петельку. И столбик без накида под арочку. И далее соединительный столбик в следующий столбик предыдущего ряда. И таким образом повторяем до конца ряда. Заканчиваем ряд мы соединительным столбиком. У нас там остался один столбик. И две воздушные петельки. И замыкаем ряд соединительным столбиком во вторую воздушную петлю под арочку. Шестой ряд готов. Теперь можно обрезать нить и приступать к вязанию стеночек. Я уже спрятала концы с помощью иголки. И теперь можно приступать к вязанию стеночки подсвечника. Вязать мы будем за переднюю стеночку столбиков четвертого ряда. Вот за эту петельку. Закрепляем нить. Закрепить ее можно в любом месте. Это не важно. Делаем 3 воздушные петли подъема. Они у нас будут считаться за один столбик. И далее мы провязываем столбики с накидом за переднюю стеночку. Вязывая при этом хвостик. Сначала мы провяжем 10 столбиков с накидом. Вот я вязываю хвостик в процессе вязания. Провязав 10, мы уже видим, что у нас вырисовывается стеночка. Далее мы пропускаем одну вершину. И продолжаем вязание столбиков с накидом за переднюю стеночку. Снова вяжем 10. Всего у нас должно получиться 43 столбика с накидом плюс воздушные петли подъема. Мы провяжем 4 раза по 10 и оставшиеся 3 в конце ряда. И замыкаем ряд соединительной петлей в третью воздушную петельку. Первый ряд стеночки у нас готов. Далее делаем воздушную петельку подъема. Провязываем столбик без накида. Следующий столбик. Делаем 2 воздушные петли. Пропускаем одну вершину и в следующую делаем столбик без накида. Снова провязываем 2 воздушные петли. Пропускаем одну вершину и в следующую провязываем столбик без накида. Делаем такие своеобразные арочки. Всего у нас должно получиться 22 штуки. И замыкаем ряд, провязывая 2 воздушные петельки и соединительный столбик в наш первый столбик без накида. Второй ряд у нас готов. Осталось провязать последний третий ряд. Для этого нам нужно сместиться в арочку. Делаем соединительный столбик в одну из воздушных петель. Для того, чтобы мы продолжали вязанную арочку. Далее делаем воздушные петли подъема. И под эту арочку провязываем 2 столбика без накида. Далее вяжем пико. Набираем 3 воздушные петли. И соединительный столбик в его вершине столбика без накида. И провязываем еще один столбик без накида. Всего у нас получается 3. И пико. В следующую арку провязываем 1 столбик без накида. И в следующую арку снова провязываем 2 столбика без накида. И пико. Из 3 воздушных петель и соединительного столбика в вершине 2 столбика без накида. И еще 1 столбик без накида. И в следующую арку мы провязываем столбик без накида. И таким образом мы чередуем до конца ряда. В последнюю арочку мы провязываем 1 столбик без накида и замыкаем ряд соединительным столбиком в первый столбик без накида в начале ряда. Вот и все. Можем обрезать нить и закреплять кончики, прятать их с помощью иголки. И собственно наш подсвечный готов. Можно накреплять формы с помощью крахмала. Или вполне возможно, что он и так будет прекрасно держать форму, как мой. Надеюсь вам понравился этот мастер-класс. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Всем пока-пока!